Да, радость у нас просто не детская, нам повезло. Дело в том, что в мире экстрима на планете Земля есть одна самая экстремальная страна, самая холодная, в которой проживает всего 175 миллионов человек. При этом 175 миллионов человек обделены такими замечательными вещами, как квадроциклы и снегоходы. Но сегодня и сейчас, в преддверии вот этой замечательной поры, когда можно будет по снежку погонять, мы вам с миром экстрима предлагаем затариться адреналином. И, возможно, вы сможете за совсем недорого купить себе замечательный снегоход. Потому что ассортимент вот этой техники здесь достаточно широк. Есть и недорогие отечественные от 150 тысяч, но и такие, после которых у вас впечатлений будет более чем предостаточно. И куда сюда приехать, это Галиульна 1А, пересечением улицы Советской и Столиваров. Да мы просто пропагандируем новый подход к жизни. К жизни без долгов, зависти и процентов. Нам надо учиться жить достойно в большой и интересной стране. Да, у нас будет зима, и без нее никак. Но в Канаде, например, квадроцикл, снегоход и самолет в хозяйстве – это совершенно обычное дело. Да, в детский сад с автомобилями продолжат играть пионеры. Да и пенсионеры еще будут влазить на старости лет в долги. Но тот, кто понял жизнь, понимает, где и в чем цимус. Прокатиться по снежку на собственном снегоходе – это да. Поставить на льду не одну лунку, а десятки – тоже. Залезть туда, где не ступала нога человека. Устроить засаду на зверя – это достойно. Достойный же выбор новых снегоходов – это мир экстрима. И это мультибрендовый салон. И мы представляем Polaris и Arctic Cat. Зима сезона 2012-2013 начинается. И думаю, что конца света не будет. Но если вы хотите, то конец света можно понаблюдать. Будет 21 декабря 2012 года с гор Уральских. На горы Уральские просто так не проехать. Для этого нужен горный снегоход. Ну и вот новая модель, модель этого сезона – Arctic Cat 1100. Турбовая машинка, на которой вы можете путешествовать по нашим замечательным горкам абсолютно легко. Она под этой заточена, то есть она не перевернется. И наверняка не сломается, если вы только не захотите что-то попробовать. Типа пня. Напролом, не надо ходить. Посмотрели, приехали. Конечно, 625 тысяч – это для тех, кто понимает, что качественная техника должна быть. Но тот, кто хочет попробовать прокатиться на снегоходе. Никаких вопросов. Снегоходы здесь начинаются от цены в 340 тысяч рублей. Ну, плюс-минус. То есть всегда себе можно взять снегоход и почувствовать себя настоящим человеком. Они десятками тысяч человек на дорогу к городу Магнитогорска, ездящими на пластиковых автомобилях. Снегоход – это рулес. А автомобиль – это уже так, ширпотреб. И мы не зря свое внимание обратили на Arctic Cat. С 1960 года производятся снегоходы и квадрики в городе Триф Риверфолл в Миннесоте. То есть истории предприятия – это больше, чем вазу. Естественно, это харизма в мире мотоспорта. Естественно, их много разных и для разных целей. Но в наших горах-то цель – горы. Поэтому то, что может полазить везде. И, кстати, совершенно вы зря думаете, что необходимо много снега. Мощности таких агрегатов вполне хватает, чтобы устраивать гонки и по воде. Но это, естественно, больше экстрим. А в мире экстрима есть также и полярисы. Вообще, вроде везде кризис кризисом, а объемы производства полярисов прут вверх. Да еще как прут. Да и вас попрет, если попробуете. Это мне-то везет по специфике работы гонять на многом. Но сын вырастет и меня попрет. И это без альтернатив. Ведь было же время пяти дорогих и обложенных налогом авто. Теперь я, обложив налоги и желание на мне заработать, куплю квадрик, снегоход и водник и положу на налоги. Да и на многое другое. Потому как час-другое удовольствие не сравнится ни с какой поездкой в пробке на авто. Да и кстати, ввиду того, что содержание любого автомобиля мощнее 150 лошадок, это разорение. И в национальной черте русского человека во времена жестких наездов была всегда фига в кармане. А теперь вместе с нежеланием платить за то, чем не пользуешься, появилась практически безграничная возможность перемещаться на чем захочешь. Ну для того, чтобы сюда заманить всех и каждого, скажем, ну не только снегоходами здесь богаты. Здесь еще и мотоциклы со скидкой продаются. Для тех, кто в следующем году будет покорять дороги города Магнитогорска и экономить бензин в том числе. Но сколько же стоит адреналин? И на сколько его хватит? Хороший снегоход может прослужить 10-20 лет. Не проблема. Все зависит от серого вещества в вашем мозгу. А так от 150 до той самой суммы, за которую хорошую иномарку вам не купить. Представляете? Хватит ездить на автомобиле. Переставляемся на снегоходы.